Всем доброе утро! В эфире подкаст «Это к деньгам» и его бессменные ведущие Влад Таня и Лена. Всем привет! Здравствуйте! Ну что, какие дела-то? Я сегодня хотел похвастаться с утра, но что-то пока мы тут раскачивались, моё хвастовство это самое, отменяется. На самом деле я хотел рассказать, что я всё-таки в прошлый раз... Ты смог? Купил, да, я купил фьючерсы, впервые в жизни. Для меня это прям очень волнительный момент был. Правда, я хотел ещё пожаловать на моего брокера ВТБ, потому что он собака. Мне практически... Мы когда с вами записались, я отправил... Там для того, чтобы купить фьючерс, нужно перевести деньги на специальный срочный счёт, так называемый. Срочный не потому, что там всё очень срочно происходит, а потому что там продаются инструменты, которые имеют срок годности, срок обращения. Я туда отправил деньги с одного счёта, субсчёта, точнее, ВТБшного, на другой. И получается, что у меня... Они шли пешком. Пешком, да, практически. То есть закончился день уже, нефть уже всё дрожала, дрожала, и наконец она выросла. А денег всё не было. В общем, они пришли на следующий день. Но я всё равно купил, на самом деле, ну просто из принципа, потому что хотелось узнать, что это такое быть обладателем фьючерса. А что я купил фьючерс на нефть марки Brent у меня получается. Он у меня теперь находится на одинном субсчёте. Там произошла, короче, следующая история. Я туда завёл много денег, следуя, так сказать, заветам Ильи Коровина, нашего гостя с прошлого выпуска. Вот. Завёл туда порядка 30 тысяч. У меня получилось фьючерс, короче, один фьючерс на московской бирже, который продаётся, он на один баррель. То есть это фьючерс на один баррель. Но он продаётся лотами по 10 штук. В общем, я купил фьючерсы на 10 баррелей нефти. И, соответственно, они там стоят примерно, ну там, порядка 500 долларов. Соответственно, мне нужно... Так тебе не хватило денег 30 тысяч? Ну, там чуть-чуть. Потому что всё дело в том, что там вот это вот то, что Илья говорил, не нужно тебе всю сумму, да, чтобы купить вот этот лот тебе. Ты что, плечом? Ну, у меня получилось небольшое. Маленькое плечико. Плечико женское такое прямо. Вешалка. Короче, у меня получилось это самое покрытие 0,71. Я так понял, что, то есть, соотношение моих средств и общей суммы, которые нужны полностью, 0,71. Но заблокировали у меня ещё меньше. У меня там заблокировали 20%. Ну, а ты потом довнёс, чтобы плечи-то снять? Ну, я что-то не довнёс, но мне уже перестало быть страшно, потому что, ну, вообще, он очень смешной, этот счёт. Достаточно живой. То есть, у меня там то плюс 200, то минус 300. Ну, всё зависит от цены на нефть. Да, если цена растёт, я, поскольку купил этот фьючерс, а у меня цена растёт, я выигрываю. А в тот момент, когда она падает, я, ну, соответственно, он с меня списывает. Там в два раза в день происходит так называемый клиринг. То есть, ну, биржа такая смотрит, у кого там, кто покупал, кто продавал фьючерс, как поменялась цена на нефть с тех пор. И вот разницу, он с меня то списывает, то начисляет. Мне пришло 14 американских копеек на одну акцию Apple. А сколько стоит акция Apple? Она подросла, кстати. Сейчас она стоит... Сейчас скажу, подожди. Я сегодня не теряла приложение, поэтому могу быстро открыть и сказать тебе. Она сейчас стоит 116,5 долларов. Ё-моё. Да, но я увидела, что копеечки мне эти пришли. Сейчас скажу. Чуть не вижу. Дивидендная доходность просто зашкаливает. 19 ноября. Одна десятая процента. Ну, слушай, всё равно пустичок, но приятно. Слушай, а я же, когда её покупала, я даже не знала, что мне такое счастье-то светит. Согласен. Неожиданно всегда приятно. Как в шубе найти там, например, 5000 рублей в кармане. Я так, кстати, иногда в куртку там достаю или одежду какую-то. Оба-на. И такой сидишь, думаешь, а когда же ты их туда зашкалила? Да, у меня тут было наоборот. Я нащупала в зимней куртке, думаю, деньги. Достала, нет, не деньги, 100 рублей. Смотрите, я нашла тоже в своём приложении, где мне себе сделать возможность покупать фьючерсы, но возникла проблема очередная. Без проблем у нас не бывает. Я нашла уже. Он мне говорит, ну, хочешь на срочный рынок, значит, нажми вот здесь. Я нажимаю. А он мне, знаете, что говорит? Нет, не надо с телефона так делать. Иди в компьютер. И с компьютера нажми. А почему с телефона не нажми? Ну, потому что, говорит, или с винды, вернее, ну, как бы не с телефона, а он сказал, что он хочет или винду, или этот iOS. Подожди, а он что хочет, чтобы ты сделала? Купила? Нет, чтобы я настроила этот счёт именно с PC, с компьютера. С PC. Да. С PC. С PC. Не отстраивайте никогда ничего. В общем, с телефона это сделать не получилось. Идти в сторону компьютера мне было лениво в тот момент. И я ещё так подумала, посмотрю всё-таки, что будет с Владом. Жив ли он? Ну, пока жив, поэтому... Я пока жив, да. Не так страшно. Слушай, ну, очень дорого. Очень-очень дорого. А там подешевле есть какие-то фьючерсы. Ну, ты вот можешь 7 тысяч, но это будет плечо. А ты же хотела что? А ты хотела же фьючерс на золото, по-моему. Золото самое дорогое фьючерс. С золотом... Потому что нефть тебе по запаху не пошла. Во-первых, он самый дорогой. И потом сейчас с золота вообще. А ты больше ничего не можешь. А золото всё. Мы с тобой зашли как две дуры в золото после этого. И падает оно. Я тоже... А что, сильно упало? Да, здорово оно упало. И ощущение, что мы от тебя уже подцепили. Золотую лихорадку называется. Нет, не золотую лихорадку. А вот этот вот эффект того, что ты что-то купила, оно сразу же упало. Добро пожаловать в клуб. Ну, что у тебя там в приложении в твоём? У меня, короче, это... А как у тебя там? А, слушайте, а другие-то наши акции, вы посмотрели, что с ними происходит? Там же красота. Нет, когда я увидела, что у меня там... Карнивал-то наш прекрасный. Вы смотрите, что с ним. Да, растёт. У тебя сколько? У меня уже 16, а у тебя, наверное, ещё больше должно быть. Чего ваше 16? Процентов. Слушай, а я так и не поняла, сколько. Да? Сейчас, подожди, посмотрю. А ты, Лен, покупала? Нет. Нет? Нашу монтюру не пустя. А сейчас он немножко упал. Но вот он мне пишет, что он мне подрос. Я покупала по 17.05, сейчас он стоит 21.52. Ну, ты вообще... Ага. Рекордсмен. Вот с 1.52... Ой, туда. Ну, он падает так немножечко. Слушайте, это какая-то сказка просто. А у тебя что? А у меня московская биржа растёт. Да, кстати, это вторая хорошая новость. Да, у меня тоже растёт. У всех растёт. Странно, да, в общем? У меня растёт и у нас растёт. Одна и та же биржа, что ли? А вот фонды китайских компаний, кстати, падают. Ну, они себя странно ведут. Они то в минусе, то в плюсе. Но я недавно читал, что... Слушай, у них, мне кажется, плюса не было. Было-было. Было-было. Да, но прошло. Но ещё придёт, подождите. Mail.ru немножечко в минусе. В таком, как бы... В таком, как бы... В кокетливом. Робком, робком. Как бы он тебе говорит, купи меня ещё. Робеньком. Облигации у меня все в плюсе. Мосбиржа в плюсе. Северсталь в плюсе. Северсталь вообще... А, нет, ну не вообще. На фоне карнивала не вообще, но она так. Нет, очень хорошо всё. И казахстанские мои компании растут. Да ты что, сколько? Плюс два с лишним. Вау. В общем, в итоге, вот за всё время, за всё время, у меня плюс три с лишним процента. По всему портфелю, да? По всему. Вот теперь по всему. А у меня пять и шесть. Ничего себе чемпион. Ну, а там же эти ещё есть у меня, подарочные. Я же их ещё не слила. Да, ты хитренькая. Я ещё пока это... Молодец. Ты знаешь, ты как мне... Сижу, жду. Такая пантера притаилась в засаде и ждёт. Так, ну чё, какая у нас тема сегодня, раз у него разговора? Ну вот мы прибыль получили. Мне кажется, сейчас очень важно понять, сколько мы должны... Сколько нас удержат. Какой убыток от этой прибыли мы должны. Прибыла-убыла. Запишем столько. Ну, давайте. Да, про налоги нам надо обсудить. Тем более, что скоро январь, а в январе, ну, как бы, это период урожая. Или декларацию, или ты должен это заплатить. Или с тебя удержат. Заплати налоги и спи спокойно. А вот я вам нашла. Хочешь спать спокойно? Заплати налог. Но уснуть я голым на земле не смог. Итак, друзья, представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокер БКС Мир Инвестиций. Игорь, здравствуйте. Всем добрый день. Чего, молчите. Поздоровывайтесь с Игорем. Здравствуйте. Игорь, хочу вам представить моих коллег. Это Елена и Татьяна. Молодые инвесторы, которые недавно совсем открыли счет. Мы изучаем разные аспекты этого вопроса. Сегодня мы, не знаю, мне кажется, на практически самая сложная тема из всех, которую мы там за последние выпуски рассматривали, это налогообложение. Так что готовьтесь, будем вас сейчас пытать. Меня очень ругает за то, что я говорю так. Мне кажется, сегодня это... Отлично, готов ответить на ваши вопросы, да. Супер. Давайте начнем, наверное, с самого первого. Какие доходы от вложения в ценные бумаги вообще облагаются налогами? Тут несколько видов доходов, которые могут облагаться налогом. Соответственно, основной вид дохода – это доход от продажи ценных бумаг, то есть от сделок купли-продажи. И второй вид дохода, который облагается – это доход от дивидендов. То есть сам имитент, который выпускает акции, платит дивиденды, и с этих дивидендов тоже необходимо платить налог. А купоны по облигациям? Ну, купоны, да. Купоны, собственно, точно так же, как и дивиденды, облагаются налогом на доходы. То есть получается, что когда я, вот смотрите, вот, например, я купил акцию «Газпрома» за 200, ну, там, за 150 рублей, она у меня подорожала до 200. У меня, как бы, мой брокерский счет, брокер мне рисует в мобильном приложении, что 200 рублей, но я ее не продавал. Вот у меня в этот момент возникает какой-то доход, который налогом облагается? Налогооблагаемый доход возникнет только в том случае, если вы продадите бумагу, то есть непосредственно после сделки-продажи. Пока бумага на счете, она переоценивается, цифры могут быть как в плюс, так и в минус, но пока вы ее не продали, дохода не возникает при этом. То есть налог – это всегда деньги. Вот когда есть деньги, тогда получается, что я должен платить. Да, да. То есть так же, как с квартирой. Пока у вас квартира есть, она дорожает, вы ничего не платите, но как только вы ее продали, вы можете заплатить налог на разницу между покупкой и продажей. Вот с акциями точно так же. А получается, я буду платить налог вот со всей этой суммы, которую я получу, или с того кусочка, с которого я получила прибыль? Только с прибылью. То есть с разницей между вашими затратами. Ага. Да, да, вашими затратами, которые вы понесли, когда купили акции, и с суммой, которую получили при продаже. Угу, понятно. А если я продал с убытком? Соответственно, налога у вас не будет. Зачем ты это сделал? Ну, может быть, можно ссодировать это с другими бумагами, соответственно, в следующем году можно учесть ваши убытки предыдущего года. То есть если вы в следующем году получите прибыль, то вы можете, подавая декларацию, показать, что в предыдущий год у вас были убытки. И снизить свою прибыль в следующем году на убыток прошлого года. А-а-а. Здорово. А как это технически сделать? Это надо налоговое показать, что у меня был убыток в позапрошлом, да, получается, году? Ну, при подаче в позапрошлом, да. Ну, соответственно, нужно будет подать налоговую декларацию. Все точно так же. Самостоятельно ее нужно будет при этом подать. Точно так же, как при любой другой продаже имущества. И показать брокерские отчеты. А, ну да, и показать все эти выписки, да? Да. Да, показать, что у вас было убыток в предыдущий год. При этом тут нужно будет учитывать тот факт, что вам придется самостоятельно подать декларацию. Когда вы просто каждый год продаете бумаги, и у вас есть деньги на конец года на счете, то брокер, как налогоагент, сам за вас платит налог. А тут уже, получается, придется самому делать. Здесь, да. Здесь брокер с вас удержит налог, а вам придется показать, что у вас был убыток в предыдущий год, и вернуть этот налог, как налоговый вычет возвращается. Например, такая же процедура. А, то есть налог я все равно заплачу. А потом тебе его будут возвращать. Брокер должен будет заплатить. А потом я верну то, что он заплатил. Интересно. Интересно. А то есть, правильно я понимаю, что если никаких вот таких сложностей не возникает, то я ничего не должна, никакую декларацию подавать. Брокер за меня каждый год просто будет платить эти мои налоги. По операциям покупки-продажи акций, да, брокер является налоговым агентом. И, соответственно, если у вас есть деньги на счете по окончанию года, и брокер может удержать эти деньги в пользу налога, брокер за вас заплатит налог, является вашим налоговым агентом, вам при этом не нужно подавать декларацию. А по дивидендам? По дивидендам немножко сложнее. Брокер является налоговым агентом по дивидендам российских ценных, по российским ценным бумагам. Но при этом по иностранным ценным бумагам дивиденды облагаются налогом по месту выплаты. То есть, если это акции США, то непосредственно в США облагаются налогом. И там все намного сложнее. Существует такая форма, называется W8BEN, которую лучше подписать у брокера, чтобы снизить свой налог, оплачиваемый за дивиденды. То есть, по умолчанию налоговая служба США будет брать с вас налог 30% с дивидендами. Если не знает, кто вы такой. При этом, подавая форму W8BEN, вы показываете, что вы гражданин Российской Федерации, а у Российской Федерации США подписано соглашение, чтобы не было двойного налогообложения. И, соответственно, тогда налоговая служба США будет с вас брать 10% налогов из дивидендов. Но 3% вам нужно будет самостоятельно доплатить в России уже. То есть, также подав налоговую декларацию. Таня такое лицо сейчас сделала. То есть, все равно придется самой что-то делать. Это именно по дивидендам. Не покупать дивиденды. А по операциям купли-продажи, да, если вы купили, не получали дивиденды, продали, получили прибыль, за вас все это сделает российский брокер. Он является налоговым агентом по всем операциям покупки и продажи, в том числе и иностранных акций. Так, вот смотрите, у меня сейчас такой вопрос личный мой. У меня есть одна акция Эппла. И тут несколько дней назад я получила почему-то по ней дивиденды в 14 центов. Вот что мне теперь с этим дело-то попало? Ну, тут нужно будет, да, по итогам этого года нужно будет подать декларацию. Да вы серьезно? Да, подписывали ли вы форму W8 у своего брокера? Не, она про нее впервые слышит сейчас от вас. Игорь, мы открыли нам глаза сейчас на жизнь. Ну, соответственно, мы же платили уже налог 30% из дивидендов. А, и поэтому мне дали 14, да, копеечек всего вот этих американских? Ну, да, там, дивиденд уже, дивиденд за вычетом налога, американская налога, то есть 30% вы заплатили, вам нужно будет просто потом тогда взять подтверждение у вашего брокера формы 10-42С, так называемая, которую американская налоговая выдаст. Подождите, я запишу. Да. Это все записывается. Это лифтная форма, вы ее получите от своего брокера. Ой, я вижу, подождите. Форма W8BEN, вот это, да? Это у тебя прям... Да, ее нужно подписать, чтобы меньше налогов платить. Да. Ну, сейчас уже тебе поздно, поздняк метаться. А, сейчас уже поздно, да? Да, по будущим выплатам, после того, как вы подпишете, будете получать меньше налогов. Игорь, а вот, возвращаясь к российским бумагам, у нас получается, что в какой момент времени брокер забирает с нас этот налог? Тут существует два варианта. Первый вариант, это по итогам года, если вы просто покупали, продавали бумаги. По итогам года у вас образовалась какая-то прибыль. Брокер посчитал налог, который вы должны заплатить. И если у вас есть свободные деньги, он их удержит. Это как... А, в январе, да? В начале января. Да, по итогам года. А у нас предупреждает как-то, что типа, ребята, с вас столько будет списано? Ну, обычно по умолчанию он делает. Он обязан как налоговый агент сделать. Может показать уведомление, что столько это списано, но он обязан по закону это сделать как налоговый агент. Ага. С ценными бумагами. И второй вариант существует, если вы в течение года еще выводите деньги со своего счета. То есть, в тот момент, когда вы выводите деньги, если у вас к этому времени уже образовалась какая-то налоговая база, с которой нужно удержать подоходный налог, то брокер в момент вывода тоже обязан с вас удержать необходимую сумму. А вот касательно иностранных бумаг, еще возвращаясь немножечко, что вообще считается иностранной компанией? Вот, например, Яндекс, который в Голландии, по-моему, он зарегистрирован, да, главная компания? Да, да, в Голландии. Это иностранная компания считается? По выплатам дивидендов, да, это будет иностранная компания, и тут есть у нас несколько таких бумаг, которые торгуются на московской бирже, которые зарегистрированы не в России. То есть, вроде как бы компания российская, но сама ценная бумага, сам выпуск был зарегистрирован не в России, сама ценная бумага имеет, сам имитент имеет регистрацию где-то за рубежом. А Mail.ru, например? Кто еще? И Mail.ru тоже. О, Леночка! Полиметал, там, например. Ну, то есть... Пятерочка, по-моему, да? Пятерочка, да. Депозитарные расписки и так называемые. Все расписки, это, короче, не наши. А, то есть, Леночка, у тебя тоже такая штука будет. Да, а зон тоже недавно разместившийся, нашумевший, да, он... Тоже не наш. Это тоже депозитарная расписка, да. Но ему, по-моему, дивиденды не грозят в ближайшие годы, судя по... Да, да, если бумага... Если сам имитент не платит дивиденды, то налога никакого не будет, соответственно. Например, по бумагам, которые... По имитентам, которые будут платить дивиденды, тут разные ситуации могут быть. То есть, по тому же Яндекс, он зарегистрирован действительно в Нидерланды. И там при выплате дивидендов прямо в Нидерландах удерживается налог в 15%. Это больше, чем 13% России, там тоже подписано соглашение. Соответственно, ничего платить, доплачивать не надо. Есть имитент, если он зарегистрирован где-то в другой стране, например, на Кипре, то там придется при получении дивидендов, придется заплатить налог тоже. То есть, зависит от страны еще, где выпущена самоценная бумага, где она была зарегистрирована. Но с иностранной, с американскими бумагами есть другое удобство. Они обычно платят дивиденды раз в квартал. А, ну то есть, мне надо успеть на следующий раз. Да, быстренько. Это приятно. Да, многие американские компании платят дивиденды раз в квартал, поэтому тут раз по факту в три месяца можно что-то получать. Российские большинство компаний раз в год обычно платят. А вот грядет реформа в 2021 году. Она вот как коснется доходов от инвестиций? Которого про 15%? Да, там помимо 15% есть еще один не очень приятный пункт. Раньше была льготная ставка налогообложения для купонов российских облигаций, государственных и корпоративных, выпущенных после 2017 года. То есть, со следующего года, соответственно, эта льгота отменяется и также нужно будет платить 13%. До этого не нужно было платить с этих, с купонов, с этих облигаций, никакие налоги. Эта льгота отменяется, к сожалению, с следующего года. Игорь, а вот это касается облигаций, которые будут выпущены с 2021 года? Или просто в 2021 году мы все облигации начнем платить со всех купонов? Со всех облигаций, со всех купонов нужно будет платить налог 13% российских облигаций. Ужасно. А главное, непонятно, вот у ФЗ, они же уже государственные, какой смысл облагать налогом купон? Да, получается, какая-то двойная история. Это является доходом. У нас все, что доход облагается, соответственно, налогом. Вот. И второе положение там новых законов наших про 15%, оно тоже может коснуться, соответственно, доходов по ценным бумагам, если эти доходы будут превышать 5 миллионов, там, насколько я понимаю, все еще идут дискуссии, вроде как решили не применять к доходам именно по сделкам купли-продажи ценной бумаг, но применять к доходам по дивидендам. То есть, вдруг дивиденды будут какие-то высокие, превысит определенную сумму, то там может быть 15%. И, скорее всего, пока так же до конца, насколько я понимаю, нет разъяснений, нужно будет самому это доплачивать, так как брокер может не знать ваши, может быть, счета в нескольких брокерах, чтобы получать дивиденды в разных местах. Получается, что есть шанс, что мы на 15% не попадем по таким вот курсовым разницам, да, по доходу от курсовой разницы. Но это, видимо, будет зависеть все от суммы твоей, или нет, или я что-то не поняла. Там, в принципе, правительство пока думает применять это только к регулярным доходам, то есть к зарплате и к тому, что вы регулярно получаете. А тут доходы нерегулярны. То есть, дивиденды могут быть приравнены к регулярным доходам, и если я в сумме, не дай бог, получу там их... Много. Много. А много это сколько там у нас получается? 5 миллионов, да, по-моему, там порог? Да, да. За раз или в год? По повышенной ставке, да, 5 миллионов в год. В том меме, да, у него 15% в НДФЛ. То есть, это и зарплата, и дивиденды могут быть. А вот, смотрите, получается, от какой-то суммы, да, если регулярные доходы, это зарплата и дивиденды. Вот, например, зарплата у меня в год, там, ну, грубо говоря, 4 с половиной. То есть, я вроде как не дошел до этой границы. Я с тобой дружу. А потом вот приходят ко мне эти дивиденды, и у меня уже выше, чем 5. От Эппла. И вот... Подожди, ты сейчас меня с мысли собьешь. И вот я буду платить с того вот, то, что выше, правильно? Да, при этом, так как брокер не знает... Моей зарплаты. ...размер вашего дохода, да, то, скорее всего, вам придется по итогам года самой подать декларацию. Блин. Понятно. Так как брокер удержит вас в 13%, он не знает... А потом налоговая ко мне придет и скажет, а ты что это не доплатил? Будь добр, да, еще 2% процента, да. Со суммой, превышающей 5 миллионов. А, ну то есть так было бы автоматически, а так это мне все самое надо будет делать. Да, возможно, что будет так, потому что пока никаких других разъяснений нет, и непонятно откуда налоговым агентам, таким как брокер, брать какую-то другую информацию, которую у них никогда нет, и вряд ли когда-то будет. Только с ФНС. Видимо, наверное, да, только если ФНС сами там бумажки совместят и посчитают на калькуляторе. Ну, соответственно, ФНС к ФНС и пришлет потом бумажку с просьбой доплатить. ФНС про нас все знает. Я как-то зашел, я прям в ужасе был. За все годы все мои места работы, все договора, все... Правильно, это все подается уже. Договора. Влад, вам пора и нам пора с вентиляторным заводом заключать договора. У нас разговорный жанр. Хоть договоры, хоть договоры. У меня ребенок на это самое юрист, он тоже меня все время говорит. Папа, договоры! Юристы и филологи братья навек. Хуже вас нет никого просто. Вот так вот. Игорь, а скажите, вот нам рассказали про все эти ужасы с налоговой. А есть какие-то возможности у простого инвестора не платить налоги честно? Честно не платить? Честно не платить. Есть, безусловно. Есть налоговые льготы, которые не отменяются. Это льготы на долгосрочное владение ценами бумагами. То есть, если владеете ценной бумагой больше трех лет, то при ее продаже вы можете не платить подоходный налог. Хорошо. И есть у нас на рынке такой очень интересный механизм, называется индивидуальные инвестиционные счета. ИИС, так называемый. Я думаю, про него уже слышали. Ваш брокер наверняка вам предлагал ИИС. Да, был. Соответственно, это счет со специальным налоговым режимом. То есть, там есть пока два варианта у нас ИИСов, типа А, типа Б. И правительство сейчас разрабатывает еще третий вариант. Но пока их существует два, вот можем мы поговорить про эти два. Давайте немножко. Первый вариант это типа А, когда вы вносите сумму на брокерский счет и можете не платить, точнее не платить, вернуть подоходный налог со суммы 13% от суммы, внесенной на этот счет. Ну, то есть вернуть, точнее, 13%. Со всей суммы вернуть 13%. Соответственно, при этом сумма внесения может быть до миллиона рублей, но сумма, с которой можно вернуть подоходный налог, не превышает 400 тысяч рублей в год. То есть, грубо говоря, можете 400 тысяч положить на счет, купить там какие-то акции, облигации и по итогам года подать налоговую декларацию и попросить налоговый вычет. Прошу вернуть мне 13% от моих 400 тысяч, то есть 52 тысячи рублей вернуть из налога. И существует ИИС типа Б, когда вы говорите, что я не буду возвращать из налоговый вычет. Я хочу просто, чтобы мои доходы от акций и облигаций по этому счету не облагались налогом. И, соответственно, по ИИСу типа Б вы просто работаете по брокерскому счету, можете также вносить до миллиона рублей в год, каждый год, и получать какую-то прибыль, не платить за нее налог. Ну, в нашей стране самый популярный ИИС все-таки типа А пока. То есть, когда люди вносят какую-то сумму и потом получают налоговый вычет 13% от этой суммы по итогам каждого года. А там же условия, да, у ИИСа есть? Три года ты не можешь снимать деньги, иначе у тебя все заберут. Другие условия, да, есть. То есть, можно снять деньги действительно не раньше трех лет от момента открытия счета. При этом, не то, что можно снять их и раньше, но тогда вы лишаетесь всех лет. Ну да, то, что если ты вернул себе налоговый вычет, то у тебя его удержат. То его нужно будет вернуть обратно. Да, если вы решили снять раньше, чем три года от момента открытия ИИС. То есть, уже у государства уже возникнет... А что это ты тут у нас пришел такой? Возможность вернуть налоговый вычет. Это вернул у государства. Налогоплательщик, да, да. То есть, если вы раньше, чем через три года решите, что эти деньги вам вдруг срочно понадобились. Поэтому ИИС это такой механизм долгосрочного накопления. Игорь, ну что ж, спасибо большое. Кажется, больше нет вопросов у нас. Спасибо. Спасибо вам большое. Буду рад, если я был вам полезен при этом. Вот декларация... Да, пойду заполнять. Бен. Пара-пара-па. А, кстати, может, нам такую перебивку вместо монеты сделать? Нормально. Действительно, что, все музыку, да музыка. Голос человеческий. Самый лучший музыкальный. Ну что я вам могу сказать? Если не мой только. Пойду я форму эту заполнять. В W8 Бен? Да, Бен, Бен, Бен. Биг Бен. Слушайте, а почему вот мне про нее никто не сказал, когда я покупала? Почему? А знаешь почему? Мой брокер не сообщил, когда вот я купила, например, эй, слушай, Таня, ты зашла вот на ту сторону, сходила. Давай-ка мы тебе поможем. Потому что если бы они тебе сказали, что какую-то форму надо заполнять, ты бы такая подумала, да ну его нафиг. Да почему это? А они бы мне сказали, а ты тогда сможешь сберечь свои деньжата. Я бы дважды пошла ее заполнила. Вот, видите, что они мне говорят? Что с дивидендов по акциям с американских бирж налог удерживается по ставке 30%. Ну вот что у меня и произошло. Вы можете снизить ее до 13, если подтвердить, что не являетесь налоговым резидентом США. Так, читайте, как говорится. Надо ввести ИНН. Ты сейчас вводишь ИНН наизусть, я правильно понимаю? Нет, у меня есть приложение налоги. Ёки-моталки. И что, оно у тебя синхронизировано? Ну я сейчас схожу туда, возьму там ИНН. Нормально. Говори так больше, пожалуйста, никогда. Ты мне вот после договоров следующий ИНН. ИНН, она говорит. Ай-на-ны-на-ны-на. Два раза уже сказала ИНН. ИНН. А мое день рождения. Ой, это нет. Вы смерти моей хотите здесь или что, я не могу понять. И вот что надо сделать. Распечатайте, подпишите форму, прикрепите ее подписанную в виде фото. У тебя не грозит это точно сейчас. Да. Реестры поручения. Фотографируйте форму в освещенном месте, на горизонтальной поверхности. В кадре не должно быть ни пальцев, ни линейки, ни карандашей. Пальцы-то почему не должны? А вы понимаете, что они эту рекомендацию пишут, потому что у них был опыт? Да, видимо. Пальцы. Видимо, кто-то еще так вот делал. Диагональные листы в темноте с линейками, пальцами и карандашами. Какой-то фильм ужасов. Ну что, с налогами понятно все вроде бы? Да. Теперь, ну, конец года, может, про ИС потом поговорим? Ну, вот как раз с ИСами вообще что-то непонятно стало. Да. Еще больше, по-моему, непонятно, чем до. Ну, ИСа такая штука, про него либо много, либо ничего. Либо хорошо, либо ничего. Да-да-да. Вот. Надо, наверное, отдельно будет, потому что вопросов много про ИС, отдельно как бы его рассмотреть под микроскопом. Вот. А можем потом поговорить и сразу открыть? Ну, кстати, да. Декабрь считается, это хороший. Самый хороший этот период. Хороший, да. Потому что ты уже... А там на него сразу надо будет денег класть? В декабре. Надо подготовиться. Ты можешь открыть его пустой, но все равно до конца года надо положить, если хочешь налоговый вычет получить в следующем году. То есть я могу сейчас положить туда и сразу... И сразу получить. Ну, не сразу, там, в апреле. Ты в январе подашь декларацию, ее три месяца будут рассматривать. Да, пока они там помурыжут. Месяц будут еще там выплачивать. Но, в принципе, уже в апреле у тебя будет денежка какая-то. Нормальненько так. Ну да, это приятно. Да, теперь Таня уже это испытала. Ей хочется, чтобы ей больше денежки приходилось. То Apple ей заплатит, то Федеральная налоговая служба заплатит. То я бы уже подавала бы декларацию на 3% от 14 американских копеек. Не, ну, главный сам принцип, мне кажется. Слушайте, а вот... Ты же когда-нибудь станешь большим инвестором таким, квалифицированным. Если продолжат есть столько, то обязательно станет большим инвестором. Это про меня. Кстати, уже скоро... А мы, кстати, сегодня про еду первый раз только заговорили. Странно. Ну, потому что время к обеду уже идет. И уже пора. Мы пошли обедать. Да. И вам, друзья, того же желаем. Это был подкаст Банкиру. Это к деньгам. И к обеду. Да, пишите нам на подкаст собакобанки.ру Слышите нас вместо обеда, вместе с обедом. На завтрак слушайте, на ужин. На завтрак самое классное, мне кажется. Потому что мы очень такие всегда позитивные. Особенно в такие дни, когда на улице какой-то мордор прям такой творится. Вы слишком много говорите. Все, уже можем пойти. Да. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok